Ракета «Зенит» И двигатель отработали штатно. Ошибок при производстве ракеты-носителя также не выявили. Сейчас эксперты продолжают анализировать документацию заводов-производителей и данные темы. Аварией закончился сегодня запуск российской ракеты-носителя «Зенит». Сразу после старта она не вышла на заданную траекторию и на 20-й секунде произошло отключение двигателя. Сообщается, что ракета упала в Тихий океан недалеко от пусковой платформы. Она не пострадала, люди тоже. В Центре управления полетами создали комиссию по расследованию причин аварии. По предварительным данным произошел сбой системы управления. Окончательные выводы эксперты обещают сделать в понедельник. Ракета должна была вывести на орбиту спутник «Интелсат». Этот запуск был первым в этом году по программе «Морской старт». Аналогичное ЧП с «Зенитом» произошло в 2007-м. Тогда ракета взорвалась прямо во время старта. Первый в этом году космический старт оказался неудачным. Ракета «Зенит», которая стартовала с платформы в Тихом океане, должна была вывести на орбиту спутник связи, но рухнула в океан. «Зенит» создавали вместе Украина и Россия. Теперь обе страны начали свое расследование этой аварии. Лариса Задорожная с деталями. 8.56 по киевскому времени. Тихий океан. Ракета «Зенит» стартует с платформы «Одиссей», которая находится на экваторе. На борту ракеты американский спутник. После вывода в космос он должен был использоваться для связи. 30 секунд после старта связь с ракетой «Потери» на аварийное отключение двигателя «Зенит» рухнул в океан. Российская корпорация «Энергия» – один из основных участников запуска. Уже завтра нарисуют картину происшедшего. Сейчас идет разбор телеметрии, как раз научно-технического совета. У меня ряд специалистов сразу ушли, так сказать, на анализ всего этого дела. Вот посмотрим, в конце дня, думаю, что-то будет. Почти половину комплектующих для «Зенита» изготовила Россия. Остальное – Днепропетровский «Южмашзавод». Кроме того, Украина – и главный проектировщик ракеты. Человеческий фактор – не сработала система управления или двигателя. Пока это основные версии аварии. В российской прессе уже появились комментарии, мол, проблемы с украинской частью ракеты. Ракета – очень сложная система. И так вот однозначно сразу говорить мы не позволяем себе. Кстати, двигатель на этой ракете, для этой ракеты, изготовлен российской компанией «Энергомаш», город Хинки, Московской области. Мы повторяем, мы будем смотреть все узлы, все системы. «Зенит» считается самой совершенной ракетой в мире. У него, говорят эксперты, высокая точность вывода на орбиту. Попытки других стран создать альтернативный вариант успехом пока не увенчались. За весь период силового использования было осуществлено 35 пусков. Из этих 35 всего лишь три были неудачными. Два аварийных, а один частично аварийный. Поэтому можно сказать, что это достаточно надежная ракета. Расследование нынешнего ЧП ведут сразу три комиссии. Украинская, российская и американская. На этот год планировалось еще три пуска «Зенита». Но из-за сегодняшней аварии они будут отложены. Лариса Задорожная, Антонич Пуренко, Наталья Греченко. Подробности – телеканал «Интер».